Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Теренции Афр. Теренции Афр. 185-159 годы до н.э. Римский драматург, комедиограф, родом из Северной Африки, возможно, Бербер. Риме появился как раб, но был освобожден и находился под покровительством Сципиона Эмилиана и других членов его кружка. Недоброжелатели Теренции обвиняли его в плагиате. Результаты литературной деятельности Теренции. Шесть комедий. Девушка Сандроса, Свекровь, Самоистязатель, Евнух, Формион и Братья. Они мастерски развивали жанр новой греческой, так называемой новоотической комедии. Были написаны ясным и элегантным латинским языком и, в отличие от лафта, без каких-либо уступок к вульгарному вкусу. Оценка современников, за исключением некоторых знатоков, была более чем сдержана. По существу произведения Теренции были тем же, что мы называем салонной комедией, и требовали утонченной аудитории. Авторские прологи к пьесам представляют большой интерес не только тем, что они раскрывали и оправдывали его метод, но и тем, что они являются ранним опытом литературной полемики внутри произведения. Но скрипты Теренции бережно сохранялись и копировались вместе с рисунками, а латинским языком драматурга восхищались святой Августиной, святой Иеролей. В X веке саксонская монахиня Гроссвита пробовала писать религиозные темы в манере Теренция, чтобы добиться более пригодного для верующих звучания текста. Его широко ставили на сцене и читали как в оригинале, так и в переводе в эпоху Ренессанса и позднее, в XVIII веке, а также использовали в школах как учебник чистого латинского языка. Мольер считал себя духовным наследником Теренции, и в самом деле плутниц Капена сильно напоминает Формео. Вот так вкратце о Теренции Аф, римский драматург, комедиограф, родом из Северной Африи. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok